Вместе с многочисленными болельщиками за матчем наблюдал почетный председатель городского футбольного клуба «Анапа» глава города Сергей Сергеев. Несмотря на острые моменты у ворот и той, и другой команды, футболистам ни одной из них не удавалось забить гол. На электронном табло шло время сначала первого тайма, затем второго, но счет оставался, как и в первую минуту игры, 0-0. Единственный гол в ворота соперника забил защитник футбольного клуба «Анапа» Ролан Погорельцев на последних минутах матча. Школа хорошая, Краснодар, детям с детства внушают играть в комбинационный футбол, они стараются. Вы сами видели игру на лицо, что ребята очень хорошо контролируют мяч. Удача сегодня, как видите, была на нашей стороне. По итогам этой встречи количество очков, заработанных командой, возросло до семи. В турнирной таблице по-прежнему на втором месте. Уступают лидерство команде Дзинского района. Жмалдин Каратляшев второй год подряд играет в «Анапской» команде. С гордостью носит повязку капитана. Этой игрой недоволен, но в планах показать, на что они способны и вырваться на первое место. Своих болельщиков надо показывать более зрелищий футбол. Надеюсь, они нас поймут и будут поддерживать так же, как и поддерживают. Спасибо им огромное. Мы будем продолжать их радовать. Следующая игра состоится 13 мая в Краснодаре. Нашим соперником станет команда «Олимп Универспорт». Но главная футбольная интрига этого месяца впереди. 16 мая на стадионе «Спартак» встретятся «Анапа» и «Понтас». Начало матча в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok